Долгожданные гастроли. Впервые после многострадального ремонта на сцене Орловского академического театра выступают курские актеры. Артист Эдуард Баранов на Орловскую сцену вышел 26 лет назад. Именно в стенах этого театра и началась его актерская карьера. Я закончил Воронежский институт искусств театрального отделения, был приглашен в Курский грамматический театр и приехал на работу не в Курск, а в Орел, где Курский театр находился на гастролях. Обменные гастроли впервые за столь долгое время. Первая постановка на Орловской сцене от курских коллег – обыкновенная история. Исполнитель главной роли Дмитрий Баркалов уверен, что творческий визит в наш город пройдет с успехом. Новая площадка дает новые возможности и новые эмоции. И, безусловно, это нас, артистов, подстегивает. Вот зритель, который нас еще не видел, ух, как это, это очень подстегивает, поверьте. Перед выходом на сцену считанные часы. Пока мужская половина прогоняет спектакль и дает интервью, женская готовится в гримерке. Прогон текста, боевой настрой, правильный грим. Курские актрисы путешествуют со своими косметичками. Грим профессиональный у нас, такой, как у всех театров. Я им пользуюсь. А все остальное – это уже вкус, выбор любой другой актрисы, которая удобна, та или иная косметика. Помимо грима создать необходимый образ помогают костюмы, которые в среднем готовятся 2-3 месяца. Каждая деталь должна быть продумана, ведь одежда может передать характер, настроение и переживание героев. Как говорят наши актеры, конечно, костюмы очень сильно помогают. Но есть еще другая достаточно популярная поговорка у костюмов, когда они говорят, играет не костюмчик, а играет актерчик. Конечно, самый главный талант актера. Труппа Курского драматического театра пробует в Орли до 29 апреля. За это время орловчанам представят 4 спектакля. Для взрослых зрителей «Обыкновенная история», «Женитьба Фигаро», номер 13, а для юных «Сказку», «Снежная королева». Наталья Чунина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Продолжение следует...